Дунгер, 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 какие способы психологического насилия вы знаете? На улице весна, птички поют, хорошо. А в чем насилие? А ты на работе. У него такое. Когда смотришь сериалы на английском, сложно сосредоточиться на сюжете. Во время думаешь, какой я крутой, посмотрю я телесперевода. Сериалы? И что, выгодно? Петруха, ты не знаешь, что случилось с нашим телефоном. Когда я утром разговаривала с подругой, было ничего не понятно. А вы пробовали говорить по очереди. Странно, но я вас уже где-то видел. Ничего странного, я там часто бываю. Никогда не говорите лежащему мужу, начинай делать что-нибудь. Вдруг он начнет курить, пить. И приставать к чужим женам. Полезная информация. Каким должен быть погреб, чтобы в льна в нем хорошо дозрела? Хорошо запертым. А кто это сделал? Вашего сына уже третий раз сажают в тюрьму. А вы его не научите? Да учу я его, учу. Но он каждый раз вновь позволяет себя поймать. Удивление. Ищу работу с елки. Звонок. Ты мне подходишь. Вот сидишь за меня. Пять лет дали. У тебя супачка есть? Есть. А как зовут? Кашка. То такая же размазня? Нет. Такая же челюсть, как у кошелота. Морозное апрельское утро. Солнце еле-еле выходит из-под облаков. Идет снег. Умерет тверощая тишина. Слышно лишь, как злобно матерятся вернувшиеся с юга птицы. Да. А это был анекдот? Тогда ха-ха-ха-ха. Из плана лечь на пол и прокачать косые мышцы и пресс получилось только лечь на пол. Ну, ничего. Маленькие победы. Это тоже победы. Ха-ха-ха-ха. Вот ты опять купил себе долгенький ландкрузер. У тебя, наверное, денег куру не клюют. Да откуда? Купил целых три месяца. Ха-ха-ха-ха. В квартире такие тонкие стены, что нельзя слух произносить пароль от Wi-Fi. Один раз уже пришлось поменять. Нет. С твоей дикцией можешь об этом не беспокоиться. Ха-ха-ха-ха. Дорогой, я нашла твою женачку и всю ее спустила в ресторан с подругами. Будет тебе урок, как прятать от меня что-то. Ничего страшного, дорогая. Я хотел тебе сюрприз сделать. На новую шубу купил. Да ладно. А почему так мало? Лип-тико. Любовь свидетель утверждал, что замеченный им преступник был 4,5 метра ростом и весом 300 килограммов. Лип-тико. Девушку из 4-х лет наказала бабушка и поставила в угол. Стоит в угол и плачет. Подходит дедушка, которая во внучке в душе не чает и говорит, что бабушка обидела. Сейчас пойду я и уши оторву. А девушка успокаивает и спрашивает, а Сережка мне отдашь? Мама с маленьким сыночком выходит на балкон. Указываю на строящийся дом. Мать говорит, а вон там наш папа работает рабом. Сережка спрашивает, а он нас сейчас видит? Мать говорит, указываю на часы. Должен видеть. Хотя уже, наверное, с трудом и двояшких сих. Рип-тико. Дорогой, ты сделаешь для меня все, что пожелаю. Да, дорогая. Класс, найти другого мужика. Если в Амстердаме дождаться, пока мимо тебя будет проезжать много народу и крикнуть «Эй, это мой велик», то пару человек просит велосипеды и упишет «На каком языке кричать будешь?» и кто, интересно, поймет. Подписываемся, кликаем на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok